ДИНАМИТ Худой, прямой, высокий, молодой Илья Зудин прямо здесь у нас Здравствуй, Ильюх Привет, Антон Привет, дорогие Ну, давай, самый, знаешь, стопроцентный журналистский вопрос Как дела, Илья? Подожди, я думал, творческие планы Творческие планы, это в финале мы задаем, дорогой Как дела? Ну, пока не родила, то, что называется Я просто, мы поэкспериментировали с тобой в гримёрке По поводу шуток Дела хорошо, вот В общем, пишу музыку для кино Для артистов, для себя Иногда делаю новый проект Ну, это уже про творческие планы, да? Это, да, это про творческие планы, это ближайший к финалу То, что мы прорепетировали все шутки, нифига ты не выучил Хорошо, мы продолжим Давай начнём, так сказать, история за минуту Жизнь замечательных людей, да? Вот, Илья Зудин Группа Динамит Как попал? Как получилось? Кастинг? История успеха? Будьте добры, не откажите у любезности Это была весёлая история, которую почти все знают, а я её почти забыл Собственно, я работал у Азеншписа, у Юрия Шмильча, собственно, штатным аранжировщиком и композитором А сколько их всего было? Ой, их было очень много То есть он открывал дверь и говорит, ребята, новая песня для Билана, Юрия Шмильча Примерно так, да, было огромное количество композиторов, аранжировщиков И я был одним из них Вот, а потом, в общем, так получилось, что я стал как бы фаворитом Меня перевели в студию работать к Азеншпису И, в общем, мы с Павлом Воротниковым, замечательным звукорежиссёром Собственно, записывали песни для Никиты, для певицы Саша Для Лены Зосимовой, для Эвелины Блёданс И впоследствии для Димы Билана Собственно, для многих Всем, с кем Юрия Шмильча работал сотрудничать А потом, собственно, мне надоело писать Я сказал, что, Юрий Шмильч, я, собственно, в Москву приехал покорять Стать звездой Покорять Москву, да, это же все, кто приезжает из других городов Они, собственно, хотят Москву покорить Да, и он сейчас сказал, так что, что ты раньше не обратился? Да, и он говорит, а что ты хочешь? Вот, я сказал, что, ну, я, собственно, хочу Вот, у меня есть песня, которую я хочу петь, исполнять Он сказал, ну, сейчас сольники не катят Поэтому давай-ка мы с тобой на одном из каналов музыкальных проведём кастинг И, собственно, выберем и сделаем мальчиковую группу Boys Band Boys Band, да, тогда было это очень модно Были Backstreet Boys и так далее Ты все их знаешь Конечно, конечно, они в данной студии были Они там до сих пор, в примерке Вот, и, собственно, собрали кастинг И из огромного количества молодых людей нашли всё-таки Ну, пришло сколько? Очень много, порядка двух тысяч людей было Две тысячи человек? Да, четыре дня мы отсматривали, это правда И все красавцы, высокие, такие, как ты, да, я так понимаю? Все страшные, кроме тебя, понятно? Были разные, скажем так И через какое время вы взяли и установили состав? Ты не поверишь, самым последним пришёл Илья Дуров, который, собственно, и попал в группу «Динамит» Он пришёл последним, уже закончился кастинг, третий день был кастинг Значит, в конце кастинга стук в дверь Открывается дверь, он говорит, простите, я опоздал Он говорит, ну что, ты петь будешь? Он говорит, да, я буду петь Вот, ну, говорит, выходи на сцену Он говорит, ну, знаете, дело в том, что я болею немножко Вот, поэтому я буду петь под фонограмму Вот Ну, ты раскрыл секрет группы «Динамит» Да, наверное Но только группа «Динамит» ни разу не выступала под фонограмму Вот в чём дело Правда, что ли? Да, правда, это было условие такое, поставленное Юрием Шмильчем и мной, собственно Что мы позиционируемся как музыканты, как музыкальная группа, а не продюсерский проект Поэтому мы всегда выступали под минус Ну, погоди, но в то же время ты при… Вы когда начинали, там были такие концерты, как, не знаю, «Вусть» где-то там «Дзинь-Дзинь-Дзиньский», да? Ты приходишь, а звука там нету Нету И каким образом решать этот вопрос было? Вот это такая… Такой был опыт, практика Мы очень часто в Устюнске выступали без мониторов У нас даже был один концерт, когда мы микрофон друг другу передавали, потому что он был один Уважаемые дамы и господа, товарищи, люди, братья, сестры Это по-прежнему «Дискач 90-х» Меня зовут Антон Юрьев, это телеканал РУ-ТВ Илья Зудин, группа «Динамит» в гостях у нас здесь Илюша, посмотрев, значит, клип неоднократно, а я пересматривал его в былое время Убедился в очередной раз в том, что, знаешь, были куча бойсбендов, да? Значит, был мальчишник, еще что-то Все были такие танцевальные, разгильдяйские, веселые, как бы, да? Вы тоже были экстремально веселые, но это, знаешь, это был такой лакшери бойсбенд Ну, то есть, там не было такого, знаешь, как в «Backstreet Boys» и «Five», там, да? Это, скорее, больше NSYNC такой, легенький такой Сейчас мы немножечко дадим тут джазу Девчонки обязательно в купальниках, немного афроамериканцев Крокодил укусил нечаянно То есть, скажи, пожалуйста, а сама стилистика, стилистика Это Юрий Шмилич или это вы сами взяли и придумали? Это было коллективно Вот, изначально стилистика была выбрана такая диско-фанк Такое вот, что-то такое интересное Вот, а так как Юрий Шмилич часто, собственно, вылетал за границу Он нам привозил, ну, самые последние коллекции, там, самых последних дизайнеров И, собственно, одевал нас в это Вот, поэтому мы были, собственно, вынуждены Были вынуждены выглядеть стильно и модно по тому времени Потрясающе А, значит, обычно, обычно, это всегда тренинг и муштра Это утром у тебя хореограф, потом у тебя занятия по вокалу Потом у тебя, значит, репетиция шоу Потом репетиция по речи Потом вечером приходит Юрий Шмилич, да, и как продюсер говорит Это все лажи, ребята, вот, давайте переделывать А ты знаешь толк в шоу-бизнесе Я тут недавно А скажи, пожалуйста, в каком графике ты жил? Вот в таком Да? Да, в 10 утра у нас была хореографическая репетиция Значит, это было на Лесной, ДК имени Зуева Вот, в 12 часов, а нет, вру, в час, в час она у нас заканчивалась Я ехал на студию, сводил песню, которую мы записали позавчера Так, хороший темп Да, потом записывали, где-то в 5 часов приезжали ребята И мы записывали новую песню Вот, собственно, я доделывал аранжировку и так далее и тому подобное И, собственно, на следующий день продолжалось то же самое Ну, про питание я спрашивать не буду Было два выходных дня Два выходных дня Но в эти дни были концерты Да, пятница, суббота Это были два выходных дня, в которые были концерты Поэтому у нас настолько выработалась любовь к концертам Что нету в этот день репетиций Естественно, он с выходным ассоциируется Конечно, ну как, ты приехал в клуб, выступил, тебя все любят, классно, и нет репетиций Я что-то, ты знаешь, я вот во всем этом графике, да, про еду спрашивать не буду Высокие, красивые, подтянутые, все прям, ух ты, да А я не услышал там про личную жизнь ничего То есть, ну, время-то должно быть, как бы, да Или ты забегал между студией и танцевальной репетицией И отрабатывал танцевальные движения Ты знаешь, вот эти движения мы отрабатывали тогда, когда, собственно, другие люди спали Это ночью? Да, вот у нас на личную жизнь было отведено там вот с 11 ночи или там с 12 ночи Да Вот, и до, собственно, 8 утра Потом надо было проснуться и ехать на танцевальную репетицию И строго регламентировалось, опять же, продюсером Да, да, да Сегодня я еду к той, которую мы записывали позавчера Нормально, очень-очень хорошо А ты что-нибудь помнишь, нет, из этих танцевальных репетиций? У вас же были какие-то квадраты бешеные, там, я помню Я пришел еще ребенком, а ты же старый уже, да? Я пришел еще ребенком на какой-то концерт и вот это вот Да, 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 что-то там такое было Какие-то, какие-то там разворотики Давай я скорую вызову, просто, чтобы, знаете Да нет, пока еще все работает Нормально? Песок не сыпется, видишь? Это очень хорошо, у нас очень хороший клиринг здесь, поэтому можешь сыпать Вот, ты пошел в спортзал Я смотрю в твой инстаграм, начинаю завидовать, как бы я отписался от тебя, потому что, ну, ты раздражаешь, да? Я тебя уже пописал Да? Хорошо Ты в спортзал ходишь Что случилось? То есть ты хочешь просто на... Легко прийти в форму или каким-то образом раз и гастрольный тур? Нет, я просто... Был такой долгий период, ну, наверное, ты тоже застал его, пандемия Не кричи, вот Нет, я был в коме Мало ли, может, ты был в кому Да, нет, туда нет, туда не хватит денег Да, это разное Не все гонорары родные, да Вот, ну, собственно, был долгий период самоизоляции В общем, все засиделись И мой сосед открыл спортзал И, в общем, сказал, что если ты не придешь, то я перестану быть твоим соседом И дабы избежать этой ситуации, я сдался и пошел Ну, то есть, получается, уважаемые дамы и господа, хочу сообщить вам Что это не желание как-то улучшить свою форму Всему виной халявный абонемент в спортклуб от соседа Продолжаем танцевать, радоваться, веселиться и отжигать Это телеканал РУ-ТВ Я Антон Юрьев, это Дискач 90-х, дорогие друзья И сейчас я вам открою тайну Как-то Илье Зудину позвонил Спилберг и говорит Слушай, а нужному зло для моего нового фильма Сейчас узнаем Как это было, расскажи мне, Илюш Я был занят, у меня елки были Ага Вот, в Кремле Ну, ты писал для Кремля Тут вообще не вопрос Это нормально Нет, если ты хочешь поговорить о кинематографе Я очень хочу, потому что ты теперь мастер саундтреков, извини меня Ну, скажем так, да, уже за спиной 30 проектов Вот, сделаны мультфильмы, полный метр, сериалы Собственно, я очень рад, что вот меня музыка привела к этому Это большая-большая такая поляна Да Которую, собственно, мне интересно окучивать Да, очень много вкусных ягод Очень много вкусных ягод, там, всяких фруктов Ага Да, собственно, здорово Илюшка, любишь деньги Да кто же их не любит? Честно скажу, да Я, судя по моей зарплате Продолжай, дорогой Вот Недавно как раз вышел интересный фильм День города Скоро выйдет мультфильм Мультик? Да, мультик от винта, полный метр Вот, очень такой забавный Туда написано несколько песен Не скажу сейчас сколько Я думаю, что будет анонс Очень веселые, там, такие чубрики маленькие Летающие, я тебе показывал Да, слушай, ну вот мне больше интересует Знаешь, я в первый раз соприкоснулся с твоим творчеством А-ля саундтреки, да Это когда я на одном из телеканалов Включил какой-то сериал Я не помню, как он назывался Там, не знаю, любви, любовная любовь всем Там, к примеру, да Вот, и я слушаю Знаешь, и вот какая-то приятная музыка Там, па-па-па-па-пам Алешка, там сцена любви Он, значит, рука на ее руку И они друг на друга смотрят И как, знаешь, таких качественных Вот этих вот азыгум-гарум-гейрум-газыгум-гатих сериалов Такая Я понимаю, что он в нее вколбасился Вот, и в финале я вижу титры Композитор Илья Зудин Думаю, здрасте Вот, скажи, пожалуйста Что лучше, сериалы, полные метры Или, я не знаю, или мультик На потребу, так сказать, детишечкам любимых Ты знаешь, лучше, чтобы разное было Всего понемножку Вот, я не разделяю, как бы, жанры Точно так же, как и музыка, да Точно так же, как и выступления Где лучше выступать? В клубе или на огромном стадионе? На корпоратах Ну, и что? Ты знаешь, да Вот Поэтому мне нравятся и сериалы И полные метры Ну, вот мультфильмы Это вообще отдельная такая часть Кайфуешь? Да, очень кайфую от мультфильмов Потому что они всегда разные Разные персонажи Разные инструменты выражения Да Вот Где-то можно самыми простыми звучками сделать Да Там для малышей А где-то, вот, допустим, в мультике от Винта Там вообще там современная музыка Которая сейчас там в Троиде Везде крутится Ну, это очень хорошо В частности и на русском радио То есть, получается, исходя из того, что ты сейчас еще и композитор для киноиндустрии Вот этот вот период, когда все сидели дома Ты как раз и должен был сидеть дома И все это в студии спокойным образом писал И нормально все это прожло, да? Так я и делал, да Я хотел бы узнать еще по поводу, так сказать, когда ты вылезешь уже наконец-то из студии Созвонишься со своим, так сказать, одногруппником, да? Вот, с которым вы поддерживаете отношения Обычно же все дерутся, да? Не, не, не И ты уже привел себя в форму, вот И поедете в тур Ты знаешь, я, в принципе, не против Тур, опять же Я понимаю, да Вот Я не против этого Дело в том, что после того, как не стало Юрия Шмельча из Эйзеншписа Царство Небесное, великий человек Конечно же, сложно было, да? Потому что мы занимались в основном производственной деятельностью, да? То есть, там, писали музыку А продажами занимались? Делали аранжировки, сводили А продажами концертов, организацией гастролей занимался Юрий Шмельч Вот Посему мы, конечно, столкнулись после его смерти с такими вопросами Как это делать, там, все А мы были как котята слепые Вот Поэтому сейчас у меня есть сольная программа Я с ней выступаю Илюха, он как-то, скажем так, остыл немножко к выступлениям Какой-то период был И он сказал, что я, наверное, буду заниматься все-таки другим делом Он занимается постпродакшн-видео Вот Он сделал достаточно много клевых клипов для российской эстрады Вот Но чем, говорится, черт не шутит Все возможно Все возможно Дорогие друзья, закажите Зудина к себе в город И получите второй концерт Зудина в подарок Это дискач 90-х у нас по-прежнему в гостях Потрясающий человек Илья Зудин прям тут Вот так вот Илюш, по поводу, значит, зарубежной дострой Ты имел общение с зарубежными музыкантами В зарубежных студиях работал Вот естественно, как бы, да, как у молодого парня были какие-то кумиры То есть ты приезжаешь куда-то Бритни Спирс Кто это был? На кого ты равнялся? Ой, ну это, безусловно, Джамми Раквай Джейсон Кейт Это вообще, это чувак просто крутейший Он потрясающе работает Потрясающе пишет музыку И, ты знаешь, даже мне удалось один раз Когда он здесь в Москве был Познакомиться Веселый чел А как знакомство было О, Джамми Раквай О, Зудин, Динамит Да, совсем И ты, what the heck Без второго пункта Без второго пункта То есть просто О, Зудин, Динамит Так тебя звать Джамми Раквай Свободен До свидания Ну почти У всех артистов, как бы, на мечта же это исполняется, да Я вот энное количество звездных друзей спрашивал, да И они говорят Я вот фанател, у меня плакат висел, еще что-то И я увидел его У меня такая же ситуация была Когда я, знаешь, я от фан-дама прям, ну, фанател Я два раза пытался на станции Токсова сесть на шпагате на рельсы Вот, но электрички ходили часто Вот, и тут я его увидел, понимаешь Вживую, за метр, с шишки с этой Я говорю, забыл все вообще, понимаешь Hello Он говорит, hi, how are you? Я думаю, ха-ха-ха Я он, о, Антоха Нет, такого не было, Антоха Я там, знаешь, и мне сказали, говорит, хочешь сниматься, типа Я говорю, я трупом готов, восьмым там, понимаешь Просто, чтобы, ну, в андамм шел И хотя бы, о, рыжий труп наступил на меня, понимаешь Чуть-чуть, но нет Я тебе расскажу другую историю Значит, я Однажды нас познакомили С Натальей Арейро Помнишь, была? Камб я дал Вот, 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 вот И, значит, была история Мы приехали на концерт Да А я не был, скажем так, почитателем творчества данной певицы И когда нас, вот, ну, нас подвели к ней, да, значит, там познакомиться, там все А как на ее языке будет Илья, я хочу у тебя Вот, я просто, ну, сразу точу Хорхе Точка Хорхе Вот, ну, и, короче, нас подвели, представляешь Ну, Азешпис, значит, большой букет цветов, все, это звезда Илья, Наташа Да, и мы, значит, вот это вот, вот с этим Да Наталья Thank you, Илья Да И, в общем, я увидел реакцию людей, которые, там, знаешь, ну, нас считали, что вот мы счастливчики То, что мы подошли к ней Да У нас получилось вот это вот рядом с ней сфотографироваться И уже потом, когда мы вот пообщались, все, я ушел и понял, что действительно звезда Да? Да Ну и что, она теперь не звонит, да? Не звонит И пишет Вот и плавно мы и перешли к твоей личной жизни Да, было такое Она не звонит А кто звонит тебе два-три раза в день и спрашивает, зая, как ты? Ну, кто ж, жена Жена? Что ты так, ну, кто жена? Когда, когда, когда я вне студии, да? Да А в студии тебя не беспокоит вообще? У тебя такое определенное? Нет, просто студия, студия находится в доме Вот, я так сделал, что студия находится в доме И так удобно, и я, собственно, всегда дома То есть у тебя нет возможности Я занят, я пишу новую певицу Не, а я просто выключаю телефон на студии И все, мне никто не звонит Ну, а по батареям она не стучит, что ли? У тебя там хорошая шумоизоляция А у меня там шумоизоляция полнейшая Господи, ну, вот как вот, ну, какой ты скучный Где скандал, Илюша? Ну, где скандал? Как-то заходит, жена открывает дверь, а там вот Камби Адалор Это Наталья Рейро Слушай, а после этого ты встречал Арейро, нет? Нет Ну, кстати, реальная тебе наводка Чуть не сказал, бог не лал Реальная наводка Она сейчас, значит, стала режиссером еще Ну, как это принято говорить, режиссеркой у них теперь там И, соответственно, я думаю, что она ищет себе своего композитора Пока ты ищешь свой звук, понимаешь? То есть, понимаешь, мне надо фотографию это с цветами Вот с этим букетом Ты помнишь? У тебя видно эти цветы? Ты помнишь, как все начиналось? А вот если ты подойдешь к ней, скажешь Ты помнишь, как все? Она говорит Илья, наконец-то ты приехал Ну, ты знаешь, я честно тебе могу сказать Режиссеров много, кино много Но не все из них хорошие фильмы, я имею в виду Внизу сейчас идет список нехороших режиссеров Да, поэтому у меня есть режиссеры, скажем, с которыми я хотел бы поработать Вот Давай топ-3, кто? Кто? Я наберу их, давай Никита Сергеевич Ну, это безусловно, это наше все Так Вот Расходников Миша Так Вот И? Угольников Игорь Игорь Угольников? Да Ну, он же больше как продюсер Ну, уже... Ну, он, понимаешь, как сейчас Продюсер и режиссер Очень такая плотная спайка Вот, Илюш, если ты поработаешь с угольником Вот набери, и я тебе первый скажу Оба-на Прям вот получилось Я фанат был этого шоу Это телеканал РУ-ТВ Меня Антон Юрьев Зовут Это Дискач 90-х И мы Продолжаем здесь отжигать У нас Илья Зудин в гостях И сейчас мы будем открывать тайны Тайны, покрытые мраком Хотя ты об этом говоришь Ух ты, здравствуйте По поводу детей Вот Хочется узнать, насколько ты в них растворяешься Как часто проводишь с ними время Чем вообще занимаетесь Омолаживаешься или ты Говоришь, ребят, а я с горки Дети, это вообще Это отдельная тема в моей жизни Это мои учителя Коучеры Да, абсолютно точно Я души не чаю в своих детях У меня их трое Полиночка, Матвей и Сонечка Вот То есть девочка, мальчик Девочка И пока останусь У тебя все грамотно Все по стратегии Все по Девочка, мальчик, девочка Система Да Вот Потрясающие, конечно Они все абсолютно разные Поля, она такая обстоятельная Она очень любит лошадей Занимается конным спортом Уже у нее есть успехи Достаточно такие клевые Вот Матвей Собственно, это Раздолбай Да Матвей Раздолбай Папкин любимчик Папка в молодости Да? Ну нет Нет? Нет Я был скорее Сонька В молодости То есть вот Ну вот Хотя Ну Все такое Замешанное Матвей, он такой Он добрый Такой телененок Вот Но очень Такой Въедливый В информацию Вот То есть Мы ему пророчим Наверное Либо айтишник Либо какая-то Это дипломатическая деятельность То есть В МИД Да? Да Он такой Он очень умеет договариваться Да Вот А может быть Кстати он твой хлебушек покушает Слушай, ты знаешь Я с удовольствием его нарежу Оставлю И поделюсь Да Он как ведущий Очень здорово У него очень хорошо подвязан язык Он такой Достаточно Не ватсап С юмором Да А вот А Сонечка Сонечка Это хулиганка Вот Если что-то надо сломать У вас на студии То в следующий раз Зовите меня с ней Это очень хорошо Это очень хорошо А Когда вы последний раз Все хором Прям выезжали И прям отрывались Куда-то Не знаю На горнолыжный спуск На море Еще что-то Отрежем это время Год вот этот вот Мы забыли Не-не На прошлой неделе Мы были в боулинге Да Да Мы вот что-то собрались И поехали в боулинг Азартненько на деньги Папа проиграл? В любом случае Проиграл Там Пицца Там Все это Вот Но Папа почти выиграл У папы было второе место Почетное Это телеканал РУ-ТВ Дорогие друзья Здесь Илья Зудин Это Дискач 90-х Помнишь какие пафосные рекламы были Да Когда 25-го числа Илья Зудин Вот когда я Так сказать Увижу Илья Зудин 80-летие на сцене Кремль Там не знаю Еще что-то И миллион артистов Поздравляют его Ой Я не настолько Ненавижу своего Зрителя Вот И наверное Не буду пугать А он тебя Да Не буду пугать Его своим Наверное Застарелым Видом И спокойненько Буду на студии Писать музыку Для мультфильмов И кино В которых ты будешь Играть Да Простите Вы в мультфильмах не снимались Конечно Да Это понятно Хороший Я вот хочу Так сказать Узнать по поводу Сегодняшнего твоего существования Поскольку По сути говоря Большинство радиостанций И телеканалов На данный момент Упаковано твоим творчеством Да Не то что было раньше А то что сейчас К примеру Новая композиция Ираклия Да И Маши Вебер Да Вот Скажи пожалуйста То есть получается Молодое поколение Ну как молодое Да Уважающие тебя за твои заслуги Они приходят Говорят Ой Илья Будь добр Не откажи в любезности Нам вот эту песню Как-то подбери нам что-нибудь Чтобы замутить каверочек Или дуэтик Вот Помимо Ираклия Помимо Маши Что еще намечается А Какой-то Прозорливый Правда и только правда Прозорливый Ну ладно Просто положи руку на Логотип РТВ И скажи всю правду Положу 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 руку И расскажу честно Ну наверное Впервые да Расскажу Мы делаем сейчас Новый трек Для группы А-студио С Байгали Серкибаевым Получился такое прям Такое зачетненькое Зачетненькое диско Такое трушное Вот Очень веселый трек Ты в курсе да Что у Кэти Ребенок Да Вот Недавно появился Да Вот Поэтому мы ждем Когда Все вот Наладится И собственно Вот буквально На днях Будет Кэти записываться Но это больше Электронненько будет Или опять Там а студию И 600 приглашенных Музыкантов И Гергиев Говорит Три-четыре Нет Здесь аранжировочку Делал я собственно И в общем С Борей Мы ее компилировали Там крутили 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 И собственно Эта аранжировка Полностью создана Вот у меня на студии Ну я тебе хочу сказать что Редкой птице Боря доверяет Делать музыку Это правда Это честь Он потрясающий Профессионал Замечательный человек Мы с ним дружим уже Ну наверное Лет 20 Но он тоже легенда Он 100% легенда Единственное за что я люблю Борю Если вот Нечаянно Каким-то образом Ты всплакнешь по 90 И включишь Телеканал РТВ И посмотришь Я люблю тебя А помимо всех твоих талантов За одно Что Будь то грустная композиция Веселая Танцевальная Залихватская Или что-то еще Ты всегда отжигаешь С одним лицом Это браво Это браво Скажи пожалуйста Люди которые Говорят что Ребят ну хватит вам Уже вспоминать 90 Ну достали вы уже Ну сейчас 2021 год На дворе А бывает же такое Что ты им отвечаешь Что ты им отвечаешь Вот просто Вот если В душу прям В душу Да Смотри Я считаю Я считаю что Для каждой музыки Есть свой слушатель Вот Поэтому Если что-то не нравится Сейчас такой Выбор огромный Да То есть ты можешь Найти Ты можешь всех посмотреть Ты можешь Погласить и весь список Вот Ты можешь посмотреть Любого артиста Есть для этого Интернет Есть для этого РУТВ Да Вот Поэтому А с интернетом Есть РУТВ Просто давай Вот так вот оставим Да Да Вот Поэтому Ты можешь смотреть Там одного человека Любить Другого человека Не любить Точно так же Я никого не заставляю Любить музыку Ту которую я делаю Причем я ее делаю Настолько разную Я тебе ставил Буквально Вот В гримерке Я делаю Лаунж проект Илюк Да все я знаю Не вывезти Который называется Неформат Скандал никак Понимаешь Что это такое Давай с тобой по скандалю Не надо Вот каждый раз Когда Илью кто-нибудь обидит Он разворачивается И тихонечко так говорит Все в порядке Без проблем Но я не забуду Это диска с 90-х Дорогие друзья Вот Ты знаешь Очень хочется Очень хочется Задать тебе Венное количество вопросов От телезрителей Ну вот Которые наприсылали Да у меня был целый рулон Я его выкинул Вот И вопросы задам тебе Которые просто были по сердцу Да Но меня волнует Вот такая ситуация Заработок В месяц Людей всех интересует Как живут звезды 90-х сейчас Максимальная сумма Которую ты зарабатывал В месяц Прямо Максимальная Да Миллион Миллион Десять Пять Лям Один Один Сейчас здесь появится Телефон Для сбора Скажи пожалуйста Все мужчины Офигительно готовят Да Твое любимое блюдо Которое ты просто берешь Делаешь И все приходят Пальчики облизывают Говорят Илья Ты не только красавчик На вокале Но еще в общем-то И супер кулинар Слушай Я честно могу тебе признаться Из меня кулинар Так себе Вот Но я люблю жарить мясо Вот Мясо я умею Готовить прямо Пальчики оближ Ну вот Поэтому я люблю Делать шашлык Когда друзья приезжают А все остальное Собственно Готовит моя жена Ага Потрясающе Спортивная машина Или на заднем сидении Мечтаю Спортивная Была спортивная машина Но Так как Собственно У нас В стране Больше зимы Чем лето Да То лыжи А вот То джип Ну ты знаешь Тоже очень хорошо Самая твоя дурная привычка От которой ты так и не избавился Вреднючая Вреднючая Прям Какая Говорю правду Да Прям да Прям то о чем Минздрав говорит Что не надо Прям мерзость Все об этом говорят Все Здравый смысл об этом говорит Что там Минздрав Что там А все говорят Бросай 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 музыку Илья Не твое это Не твое Дорогие друзья Я благодарен Илье За то что он сегодня посетил Нашу уютную Добрую Бодрую келью На телеканале РУТВ Это дискач 90-х Перед тем как Илья кивнет вам И пожелает вам Чего нибудь хорошего Я вам спешу пожелать Любви Бабла И приключений И чтоб каждый день С улыбкой Илюш Твоя камера Говори Ну друзья мои Вы смотрите Замечательный музыкальный канал А что хочу вам пожелать Радуйтесь сами И радуйте других Да я бы не мог Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok